Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Мы с вами снова на рынке. Сегодня будет подборка с нескольких рынков в разных городах и в разные дни. Сейчас я на своем любимом развале, где я купила очень много вещей, в том числе и свой любимейший пиджак, сделанный в ГДР. И это центр Падуэ, и рынок проходит практически каждый день. Этот лоток вы найдете без труда. Вот такую юбку за 10 евро я встретила, абсолютно стритстайлерский вариант. Эта юбка мне понравилась с ценой расцветки и также очень редким разрезом спереди. Знакомая многим моим зрителям марка. Эта марка популярна в Италии. Практически в каждом итальянском городе есть магазины этой марки. Она так называемый средний сегмент, чуть дороже, чем масс-маркет. И вот такую юбку из кожзама я встретила тоже на рынке. Белый цвет, разрез спереди. Смотреться она будет очень эффектно. Вы знаете наверняка, что кожзам, он очень хорошо может самостоятельно отвисеться, но его можно также и на небольшой температуре погладить. Нашла, по всей видимости, из какого-то магазина остатки сладкие. Юбку также показалось кожаная, но нет, оказалось, что все-таки и это не кожа. И тоже очень красиво смотрится. Кто ищет себе подобные необычные юбки, совершенно точно найдет их на рынке. Следующая юбка тоже мне понравилась. Она секонд-хенд, то есть она кем-то была ношена, но это стопроцентная кожа. Это видно прежде всего, когда трогаешь вещь самостоятельно. И цена такой вещи 15 евро. Очень красивая юбка, очень эффектная, длинная. Мне понравились эти бермуды из Zara. За 10 евро их отдавали. Хотела купить, но мне просто уже некуда складывать. И также можно найти неплохие блузки всего за 5 евро. Почему бы нет? Блузок очень много. И, кстати, скорее всего, я куплю себе блузку, как я люблю говорить, рубашечного типа, которую можно будет красиво носить с джинсами. На самом деле хлопковые блузы это то, что можно встретить на рынке без труда. Были также знаменитые джинсы Levi's сегодня. Были также остатки сладкие из какого-то магазина. Посмотрите, Adidas одежда в прекрасном состоянии, абсолютно новая. Двигаюсь дальше. Повторюсь, я сегодня нахожусь в Падуе. Следующее место, куда я прихожу. Это площадь, которая находится рядом, сразу за несколькими зданиями. Это знаменитая площадь с часами, про которую я часто рассказываю. Здесь находится один из моих любимых местных производителей. Это Каза де Лото. Я много раз у них снимала и непосредственно на рынке, и приезжала в Читаделлу. Их же магазин находится в Венеции. И здесь, посмотрите, уже весенние цвета и весенний ассортимент. Летом здесь продается очень много изделий из хлопка, хлопок и лен. Это также трикотаж. Но пока мы вышли, к тому же у нас запоздавшая весна, мы вышли на более легкий трикотаж. Но это все равно еще шерсть, либо это даже кашемир. Сегодня мне очень понравились здесь блузки. Посмотрите, какие красивые. Это то, что я люблю говорить. Блузки рубашечного типа. Они сшиты, как самые обычные рубашки. Чаще всего выполнены из вискозы, как в данном случае, либо из шелка. И подобные блузки незаменимы. Прекрасная база со всеми сочетаются. В особенности они мне нравятся с брюками, либо с денимом. Белые футболки. Пока они еще с длинным рукавом, повторюсь, у нас пока еще не очень тепло. Вот такой свитер только в белом цвете есть у меня. Я много раз говорила, что такие свитеры в виде паутинки, они очень красиво драпируются. Они очень красиво лежат, и я их искренне рекомендую. Сегодня на мне белый свитер нашла идентичный, только вот в таком красивом светло-светло-сером цвете, который бы очень подошел, кстати, к моему платку. И повторюсь, сегодня на мне идентичный, но белый. Очень понравилась мне блуза, она выполнена из шелка. Понравилась не столько расцветка, она для меня темновата, сколько шарфом. В последнее время мне очень нравятся блузы с шарфом, блузы с бантом, которые я ношу, как правило, не завязывая. Та же самая площадь, но уже другой день, и это развал с мужскими рубашками. Мужские рубашки прекрасного качества, купила бы себе одну, но сегодня я была на рынке без денег. За 10 евро отдавали любое изделие на этом развале, это были как мужские брюки, а так и рубашки. Вот эта рубашка мне очень понравилась, вельветовая, смотрелась бы она очень интересно. С юбкой можно было бы носить, но больше всего мне понравилась вот такая голубая. Признаться, в последнее время я больше отдаю предточение голубым рубашкам, чем белым. Мне кажется, они чуть легче сочетаются, компонуются, как я люблю говорить. Ну что ж, это другой день, я на рынке в Абонетерме. В Абонетерме рынок проходит по средам и проходит с 8.30 до 12.30. Не опаздывайте на рынок, потому что в 12.30, а то и раньше, все начинают собираться, складывать и покидать рынок, потому что у всех обеденный перерыв. Сегодня я снова на детском развале. Я показывала покупки с этого развала, и если в прошлый раз вещи стоили, по-моему, все-таки 5 евро, то в этот раз они стоят 4 евро. Для меня открытием было то, что чем дольше вещи находятся на лотке, тем меньше они стоят, что совершенно справедливо, потому что они портятся от того, что их постоянно все трогают, тянут, вытягивают из большой кучи, в которой приходится все эти красивые вещи искать и вылавливать. И это справедливо, это очень справедливо, и действительно, те вещи, которые ты купил за 10 евро, на следующей неделе ты уже можешь встретить за 5. И вот оно, мое абсолютное открытие. Повторюсь, я на рынке Вабана Термы за 1,5 евро отдают такие прекрасные вещи. По всей видимости, это какие-то этнические наряды, но они будут очень колоритно, очень хорошо, очень достойно смотреться на море. И мы с вами неоднократно видели, что на море подобные вещи стоят, ну, как минимум, 20 евро. Все эти кафтаны очень популярны на море, и все зависит от места, в котором вы их будете покупать. Есть тележка, которая путешествует по пляжу, и там подобные вещи можно купить за 20 евро. Если же мы переместимся в магазин, то подобные вещи мы как минимум за 30 евро встретим. А вещи, которые, по всей видимости, отшиваются в Индии, из индийского хлопка, действительно хорошего качества, красивые цвета, красивая вышивка, есть платья, есть блузы. И все это, опять же, в условиях прибрежного города, расслабленного настроения, с которым все пребывают в таких городах, будет смотреться очень колоритно, очень достойно посмотреть ставерски. Повторюсь, все эти вещи в городе, возможно, и не так уместно, как хотелось бы, но именно на море они будут смотреться очень достойно. И самое интересное, что на море они будут стоить в разы дороже, потому что здесь стоимость за любую вещь, любой длины, полтора евро. И на море это совершенно точно от 25 евро и выше. Я нашла вот такую красивую блузу. От ее покупки было очень сложно отказаться. Она прекрасно выполнена, у нее подкладка хлопковая, она очень широкая. У нее очень красивый вырез, побнажающие плечи, вырез, скорее всего, Алла Мадонна, как это принято говорить. На самом деле на этих развалах очень сложно сориентироваться, потому что нет зеркал, нет даже возможности вещь приложить, как я часто делаю. И с этой вещью я ходила, ходила, чтобы у меня ее с подноса не увели, потому что все красивые вещи, например, как это платье, как другие платья, которые я вам показывала, на самом деле чуть только ты отпустишь, уже кто-то взял, посмотрел, а возможно уже и понес оплачивать. Настолько быстрая торговля происходит именно на этих развалах. Очень красивые белые платья встречаются, именно белые платья чаще всего стоят дороже. На море белые хлопковые изделия вообще на море сложно найти, они пользуются большой популярностью. Здесь же, повторюсь, за полтора евро. Как вы видите, блуза лежит рядом со мной, где бы я не останавливалась для съемки, я эту блузу удержала, потому что развал очень большой, но в итоге я ее не купила. Но уже просто невозможно купить все, даже если вещь, которая тебе нравится, отдают тебе за полтора евро. Кстати, вот такие брюки песочного цвета в Италии, по всей видимости, в этом сезоне будут очень популярны. Интересная альтернатива джинсам, интересная альтернатива белым любимым брюкам. Такие брюки появились на витринах. И нашла также стопроцентный шелк, как мне сначала показалось. Безусловно, отсылка к твилле Hermes. Очень красиво выполнены ленты, но оказалось, что там преобладает вискоза, но шелк тоже присутствует. Повторюсь, эти ленты выглядят очень эффектно. Уже рынок сворачивался. Сегодня я прям в последний момент пришла, потому что до этого снимала в магазине обувном. И в любом случае недорого такие ленты стоят. Выглядеть они будут очень эффектно. И прекрасная альтернатива твилле, если кто-то ищет. Вот платье, которое я купила. Посмотрите, за 2 евро можно найти потрясающие вещи. Если бы, возможно, какой-то блогер рассказывал, что такое платье за 2 евро купил, он, я бы и не поверила. Но вот показала цену и развал, на котором я купила. Вообще пайеток очень много. Пайеток именно в этом сезоне много. Я рассказывала, что пайетки легче всего встретить. И в большом количестве они присутствуют. Именно в оформлении новогодних витрин нам намекают, что в пайетках мы будем очень эффектно выглядеть. На новогодних вечеринках летом пайетки встретить сложнее. Они не являются, как мне даже объяснили и подтвердили в магазине, частью именно летних коллекций. Но все равно присутствует юбка, которую я вам только что показала. Это юбка из магазина Твинсет. Стоит она 140 евро. Но сейчас вы посмотрите, что я найду дальше на рынке. Я иду в поисках своей юбки. И вот, о чудо, я здесь уже проходила. И вы видите, я в итоге нашла юбку, которую в прошлый раз я не купила, но которая мне очень понравилась. И если в прошлый раз цена на эту юбку была 9 или 10 евро, мне сейчас сложно вспомнить, то в этот раз она стоит 5 евро. Если вы отправляетесь на рынок, вот вам мой лайфхак. Так, надевайте леггинсы, вам будет удобно примерять вещи, потому что очень часто это приходится делать вот так, как делаю я. Прямо-таки рядом с развалом, как это делала в прошлом видео сеньора. Я на самом деле у нее и поднабралась смелостью, чтобы прям-таки юбку натянуть на то, что на мне было. Зеркал нет, приходится смотреть на себя в свой собственный телефон. Ну что ж, я стала счастливой обладательницей юбки, вы наверняка видели прямую трансляцию, если нет, то могу сказать, что я ее купила. Уже уходила с рынка, увидела вот такие поделочные кольца. И могу сказать, что эти кольца очень похожи на кольца Hermes, которые являются крепежами для платков. Такие кольца должны быть легкими, они не будут тогда соскальзывать. И я много раз показывала, как можно крепить красиво шелковые платки, чтобы они не соскальзывали, чтобы они не смещались при помощи вот таких колец, которые производятся специально, как аксессуар для платков. Кольца, кольца, кольца. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я с вами прощаюсь, очень скоро увидимся. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok